Привет, дружи фликс! Я очень надеюсь, что у меня будет какой-то результат, с чем похвастаться. Держим кулачки за тебя. С уважением отношусь к каждому, вообще любому человеку, который присоединился к этому турниру, от белых до черных поясов. Поэтому, наверное, каждый здесь заслуживает победу, но мне кажется, может, я получусь. Поэтому посмотрим, как оно пойдет. Итак, попробуем поговорить, за что я вообще полюблю Португалию, в которой я бываю практически каждый год. Раньше ездила два раза в год, сейчас с Москвой лететь подальше, но хотя бы раз в год я обязательно сюда заезжаю. Что здесь такого хорошего? Здесь классная погода. Температура не опускается никогда ниже 15 градусов. Хотя зимой, вот если часто, в домах холодно. Нету центрального отопления. И если вы летите зимой, обязательно, обязательно, обязательно проверяйте. Если вы останавливаетесь в постели, там, в Airbnb или где-то еще, обязательно берите с собой теплые носки, термопелье, потому что ночью будет холодно. Если вы летите на соревнования, никогда не забывайте теплые носочки. Панков научил. Что еще? Несмотря на это, здесь очень классная общая атмосфера города. Даже по приему, что бросаются в глаза, что Лиссабон такой многоуровневый. Все как-то все намешано. И это все настолько круто, что реально визуальный оргазм. Я как человек, любящий глазами, работник креативного профиля. А для меня здесь, конечно, волшебное место. Одни трамвайчики. Блин, ничего стоит. Что здесь вообще есть? Есть такие карточки португальские. Это фаштелда НАТО. Их нужно есть обязательно. Тем, кто держит вес, выключайте сразу. Но это такие слоеные стороны и яичный такой крем внутри. Везде готовят по-разному. Вообще говорят, что их всего ряд человек знает оригинальный рецепт, который хранят, передают из поколения и поколения. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они везде, везде, везде есть. Стоит 1 евро. Вот такая классная штука стоит 1 евро. Свежайшее. Кофе здесь практически везде классный. Для кофеманов тоже раздоли. Кофе эспрессо стоит 70 копеек. Короче, стоит кофе. Сколько еще осталось, по-какому все пересчитывайте. Но везде можно посмотреть. Там есть еще комбо. Например, берете кофе и кардинку. И платите за это 2 евро. Как завтрак. Завтрак чемпиона рекомендую. Также апельсины. Апельсины сейчас сезон. Обязательно пробуйте. Они душистые, ароматные. В любом супермаркете состоит сокопожималка. Стоит какие-то вообще копеек литр сока. По-моему, то ли евро, то ли два. Они будут натуральные свежевыреждающие сок глина. Это очень круто. Витамин на зарядке. Плавно подходим к теме про еду. Еще здесь очень классные морепродукты. Свежие. Но дороговато, я считаю. Но вообще португальская еда. Традиционно это картошка с треской. Треска разных видов. У них там есть и там с лишним рецептов приготовления трески. Там 500 рецептов приготовления картошки всякой разные. В общем, голодными не останется. Традиционно это картошки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Многие из них боролись лучше в зале Но немножко не хватает Опыта не хватает Зачастую просто не вовремя что-то делали Не очень отборолись, прямо скажем Что было желающим именно девчонкам? На что упор сделать? Ну девочкам я в первую очередь желаю Чтобы они, когда они учат какую-то технику Они ее учили более подробно Чтобы не получалось так Что они что-то берут С таким трудом доходят до позиции И не могут ничего оттуда реализовать И очень много проколов именно в деталях Немножко неправильно проходят И там захват взяли Потеряли давление, развернули слишком рано Вот это все и отличает соревновательную борьбу От борьбы с друзьями над Атами Облизни ее Облизни ее Облизни ее Смотрите Лен, ты как? Ой, он чех, Лена Ой, он чех Ой, он чех, не имею в виду О боже Они его сейчас делают, правда Все С ней шутки плохие Ну что, меня или по себя? Ты смотрел просто на нее? Куда? А, туда на нее? Да А ты спалила, да, помимо? Ну европейский уровень, конечно Особенно по женскому джиу-джицу Видно, что он выше И не потому, что у них какие-то особенные девушки Во-первых, видна более методичная работа Со своими студентами Девочки больше реализуют свои позиции До которых они добираются Во-вторых, очень большая проработка базы У нас девушки зачастую берут слишком сложные позиции для своих поясов Белохива на белом поясе Это, ну, я считаю, сложновато Вот А у них, я считаю, что очень много внимания к базовым проходам Очень много внимания к базовым переворотам Вот Ну и зачастую, конечно, характера может не хватить Все-таки у нас далеко не все девочки добираются досюда Кто мог бы реально составить конкуренцию А у них, я так понимаю, что в основном едут именно те, кто настроен Кто уже участвовал У кого есть соревновательный опыт В этом плане, конечно, они посильнее Но я думаю, что мы наверстаем У тебя сегодня схватка И мы ждем, что ты скажешь что-нибудь А что я могу сказать? Давайте я покажу, попробую чего-нибудь Ну, давай ты покажешь Мне легче попробовать показать Я не знаю Я не знаю Простой настрой что-нибудь У меня настрой абсолютно спокоен Я не нервничаю Я знаю свои недостатки И свою позицию в пищевой цепочке сейчас Исходя из этого я буду очень осторожен Я постараюсь не дать себя разобрать легко Ну, а дальше многое зависит 50% зависит также от моего оппонента То есть я с уважением отношусь к каждому Вообще к любому человеку, который присоединился к этому турниру От белых до черных поясов И поэтому, наверное, каждый здесь заслуживает победу Но не каждый может ее получить Поэтому посмотрим, как оно пойдет Сейчас Артем Мухин Тот самый, который всех кидает Чемпион фантасного Сэр Я рассказываю немножко про тебя Мы сегодня ожидаем у тебя какой-нибудь бросок хороший Ожида? Да Борьба покажет, что сказать Мы будем болеть за тебя Спасибо Скажи что-нибудь ребятам с Москвы, которые будут на тебя смотреть сегодня Друзья Спасибо, что вы меня смотрите Спасибо, что болеете Я буду стараться Я не первый раз здесь Каждый может быть здесь Будем надеяться, что все получится Но это черные пояса Я никогда не боролся Поэтому хотел стартануть И обещал, что я выступлю по черной То есть Вот, выступлю А там посмотрим Довер рассудит все Всем осень Субтитры сделал DimaTorzok Как отборолись? Я лично вчера проиграла Проиграла по своей собственной глупости Нет оправданий Не доработала Но нужно сказать, что конкуренция очень хорошая Прям вот взять локальные все чемпионаты IBGF И посмотреть под категории А далты, конечно, там вообще рубка стоит Их надо видеть, конечно Есть подборки Там по синим поясам По турборам И так далее Шикарные шесть хватки Приятно посмотреть Я выступала по синим поясам Мастерс 1 При том, что обычно я падал Там выступаю Ну, думаю, ладно По мастерам выступлю Я недостаточно справа Вот у нас Артем Ухин наедается Надо сказать Наедается Я разминал его, кстати Я готовил его Спасибо, Александр Александр Все причастны Миш У тебя какие ощущения? Ну, как, ощущения у меня понятны Нет, я не расстроен Слишком много хорошего не могло происходить бесконечно Ну, я сделал выводы не только чужие Хотя, наверное, все так говорят Лузерская позиция Я сделал выводы Я керену все исправлю Но нет, действительно Посмотрите на меня в Барселоне Больше чем сравнить Будет гораздо менее жалкое зрелище Но Могу сказать Дайте один совет Хорошо взвешивайте Потому что можно, конечно, поступить как мужик И поехать там После травм, болезней и прочих Хренатей Рвануть без всякой формы на крупный турнир Но, кстати, с каждым годом По крайней мере, этот конкретный турник Очень здорово усиливается Гораздо меньше и меньше случайных людей То, что, например, сегодня я видел Ну, в своей категории большая часть людей Их уже знал Люди соревнуются регулярно Поэтому Не пренебрегайте подготовкой Не пренебрегайте Если у вас что-то болит Полечить это заранее Если вы там сломали себе руку Да То Может быть героиня все-таки неуместна Не надо приезжать на эти соревнования Либо приехать как зритель Ну, в любом случае Как бы попробовать В отличие от тех же ударных видов спорта В ММА В боксинге В боксинге Выйти в такой форме Это смертеподобно Вас превратят в кашу Чем хорошо джунджит Очень демократичный вид спорта Человек даже хреново подготовлен Может приехать и посмотреть На что он способен В ситуации Отсутствие подготовки Но я выяснил, что ни на что не способен Человек в такой обстановке Главное, что в любом случае соревнуйтесь Даже если это у вас получается Раз или два в год Даже если Не надо думать, что Европа Или там О боже, а мы соревнуемся только в России Просто соревнуйтесь Соревновательный спорт Колоссальную ошибку Допускают, наверное, те люди Которые не соревнуются Они как бы, знаете, это как все равно что Это как стриптиз-клуб Как у колдерства Вы смотрите, смотрите со стороны Но не принимаете участие Соревнования Это даже не проверка себя На вшивость А это просто Часть тренировочного процесса Вершиной, собственно Которого является соревнованием Вы приходите туда Вы выступаете И вы шкурой своей Понимаете свои недостатки Ошибки, что надо поправить Это очень слонная штука Стоит попробовать Но если есть возможность Ездить в симпатичные места Типа Лиссабор Увидеть, как борются Совершенно поразительные люди Я езжу сюда восемь лет И девятый год И надо признать, что То и дело Я даже переступаю через свою какую-то Трудно, наверное, поверить, что я робкий парень Но как-то мне неловко иногда к человеку подходить И просто не ставлю себя затевать с ним беседу И то я сегодня в этот раз познакомился С несколькими людьми Они меня просто поразили своей техникой Даже в рамках разминки Ну, Стас Варшавский их, конечно, всех знает По именам, объему Али И дать о рождении и так далее Но в этом плане бит такой реальный Джу-джитсу просто фриказывает А я этих людей не знал Я просто смотрел и удивлялся Что есть поразительные люди На них смотришь, как они борются Это просто какая-то фантастика Это и зрелищно Это невероятно мощно Поэтому такие вещи стоит увидеть вживую Мне кажется, все-таки на Ютубе Мне было бы это скучновато смотреть Здесь я посмотрел на это с удовольствием И заодно с ними пообщался Приезжайте, пробуйте И не считайте себя ниже этих турниров То есть, ну, все достойны приехать В том-то и кайф этого джу-джитсу нашего Демократичного Что вас не отправляют какие-то толстые жопы Которые сидят там в кабинетах И решают отправить вас Или отправить вот эту шмару какую-нибудь Которая больше приглянулась А вы решаете, едете сами Встречаете здесь совершенно полноценных людей Меняем их, видите впритык всяких там Ну, в этот раз вот там по мастерам поступали оба рибэйра Ну, конечно, они все дернули И они молодцы Но это стоит посмотреть, что они делают на мате Стоит посмотреть на это вживую Принюхаться, понять, что происходит Так что решайтесь Раньше мне тоже казалось, что Это что-то сродни чемпионату Европы под джюдо На который надо там отобраться миллион раз И вот один мой хороший знакомый Из ЗРТИМ Андрей Банник, черный пояс Он мне тогда сказал Миша, не надо так думать Просто оттачи, соберись и поехали Это не то, что чья под джюдо Тебя не может остановить И вот тоже не останавливается Приезжайте Смотри, город красивый Вам понравится Всем счастливо Уважаемые поспички, зрители И болельщики Российской Федерации Которые наблюдали нас сегодня Болели, переживали Поддерживали Я знаю, это сделали многие Мы хотим вам сказать большое спасибо Мы хотим сказать вам большое спасибо Мы чувствовали вашу поддержку И знали, что вы за нас болеете Смотрите Занимаете спортом Смотрите БЖЖ Фрикс И занимаетесь в лу-джитсу Они фигню не покажут Приезжаете на соревнования На самом деле Очень круто Ездят на соревнованиях Хорошая компания Круто выступает По черным поясам На самом деле Очень интересно Интересно выступать Здесь не Гавайи В этой стране Вообще Мы вас всех любим Спасибо, что вы есть БЖ Фрикс Хорошая контора Смотрите ее У них есть интересные вещи Десять лет назад Когда это все зарождалось Вот с этими Со всеми людьми БЖ Фрикс Очень не хватало Может быть портала Этого Информационного ресурса Привлечения масс Людей Детей И всего прочего На самом деле Это круто БЖ Фрикс Молодцы Спасибо вам Мы вас любим Будем надеяться Что дальше Мы будем сильнее Семь А теперь мы еще Все кинем Зигу В поддержку того чувака Мы уже все уехали Разъехались Мои друзья Все уехали Давно Сегодня метели Сообщили, что в Москве Я стою здесь Еду на юг Кататься на сел И на волнах Несмотря на такую погоду Казалось бы Море здесь всегда тепло Пульс сентябрься с рядом Поэтому Еще неделька Я не задержусь Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...